На улице не менее 30 градусов жары, но на многофункциональной спортивной площадке при средней школе аула Новая Джигута еще жарче. На кону кубок победителя и звание лучшей футбольной команды района. В этом году в турнире в память ветерана войны и первого директора школы Ахмата Исмаиловича Барлакова приняли участие 12 команд. Почти вдвое больше, чем в прошлом, отмечает главный судья соревнований Исмаил Чумаев. Собираемся на следующий год это республиканским сделать, потому что в прошлом году у нас получилось довольно-таки неплохо, но этот год у нас уже пропный перед тем, как сделать республиканский. И уже совсем команды другие, дисциплина другая. Вот на лицо, вот сейчас играют, уже на лицо, что они уже совсем другой подход. Исмаил Чумаев лично знал Ахмата Исмаиловича Барлакова. Был его учеником, а после много лет работал по тому руководству. Вспоминает его как строгого, но вместе с тем очень доброго педагога. Ахмат Барлаков возглавил учебное заведение в 1962 году и был его директором на протяжении 26 лет. Его любили, его уважали. А смерть Ахмата Исмаиловича и педагогические коллективы, ученики и многие жители Руина восприняли как личную трагедию. Разбитое футбольным мечом окно, скатившееся по перилам смельчак, подравшееся за школой и за дамы сердца кавалеры, Ахмат Барлаков не ругал. Объяснял все детство, молодостью, жизнью, ведь он знал цену каждому прожитому мгновению. Прошел всю Великую Отечественную войну, хорнил боевых товарищей и не раз смотрел смерти в глаза. И уроки истории, которые он преподавал в этой же школе, были очень интересными, доступными, пронизанными глубоким смыслом, гордостью за страну и свою малую родину. По стопам Ахмата Барлакова пошла его дочь в Фаризат, став преподавателем-историком. Отец первый приходил в эту школу и последним из него уходил, вспоминает она. Он никогда не повышал голос ни на учеников в школе, ни в семье. Было достаточно взгляда, немного строгого, немного печального. Когда я вошла в этот двор, один из присутствующих сказал на мое приветствие. Мы этот день ждали целый год. Это для нас великая честь быть детьми этого человека, которого помнят, о котором знают, чтят его. Считают, что это человек, который остался в их памяти, как человек исключительно справедливый, человек творческий, человек с большой буквы. Выступавшие на открытии футбольного турнира гости также вспоминали Ахмата Исмаиловича как человека с большой буквы. Какие-то жизненные моменты, связанные со знакомством и общением с ним. Этот человек занял прочное место в сердце и памяти каждого, хоть мгновение знавшего его. И футбольный турнир – еще один способ эту память увековечить. «Аллах мурат, аргумент, сын, чтобы у вас в жизни было так, как вы хотите в целом. И благодарность всем организаторам, которые вот в этот день прилагают, делают нам праздник. Это глава нашего района, директор школы «Олимпик», ну и все судейский коллектив и бывшие ученики и учителя. Всем вам спасибо большое». Игра была напряженной. Командой изо всех сил боролись за кубок победителя. Ведь он путевка на турнир следующего года, а уже надеются организаторы республиканского. В составе команды известны в республике люди. За команду «Алона Уваджигута» уже второй год играет депутат парламента и пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах Ренат Акбаев. «Очень приятно, что столько молодежи собирается. Все-таки надо учитывать, что футбол является самым массовым видом спорта. Было бы очень хорошо, если бы мы такие турниры делали почаще. И чтобы молодежь подтягивалась, играла, развивалась. Я очень благодарен организаторам, что они проводят опять этот турнир. Я надеюсь, что это будет ежегодный турнир. Что этот турнир вообще будет иметь масштаб уже республиканского турнира». Турнир продолжался до самого вечера. В итоге призовые места распределились таким образом. Лидеры команды города Уст-Джигуты «Центр». Вторыми стали футболисты команды «Смешарики», также из Уст-Джигуты. На третьей ступени пьедестала победы команда «Красногорка» и «Станица Красногорская». Водина Каракетова, Расул Тердия, Вести Карачева, Черкезия, Уст-Джигутинский район.